Знаете, почему в Европе и Америке люди вперед идут, а мы не очень? Ну, мы торгуем базаре, у нас до сих пор базарное мышление, ребята. Почему? Потому что мы берем своих, они берут профессионала. Напишите это. Мы работаем, мы ищем, чтобы человек был свой, а они ищут профессионала. Мы берем своих, они берут кого? Профессионалов. Вот разница в нашем подходе. Что отличает бизнес от политика? Смотрите, бизнес от политика чем отличается? Кардинальное расхождение между политикой и бизнесом именно в этом этапе. Кардинальное расхождение. Как это происходит? Смотрите, вот, скажем, это здесь бизнес, это здесь политика. В бизнесе мы сначала должны понимать, что хотим делать, что хотим делать, какой наша цель, какой наша цель, и исходя из этого, искать профессионала, который может это делать. Я повторю, мы сначала должны понимать, что хотим делать. Хотим построить завод. Что хотим делать? Миллион подписчиков. Что хотим делать? Миллион продажа. Что хотим делать? 100 точек. Что хотим делать? Такого там, не знаю, сайта или такого там, автоматизация. Потом искать такого профессионала, то есть, кто это может сделать? Это бизнес. Сначала мы должны знать конечный результат, желаемый результат. Самый конечный пункт надо представление иметь. Если мы не имеем представление, самый конечный пункт, это плохо. Надо четко знать, что мы хотим в итоге. В конце концов, в самом конце, какой результат хотим получать? Вот это надо понимать. Это бизнес. Вот так. Ищем профессионала, кто это может сделать. А теперь, большое расхождение между политикой и бизнес именно здесь. Политика, как это происходит? Политика сначала ищет свое, то есть, ищет, кто рядом, кто надежный, с кем можно пойти в битву. А потом ему нанимают, говорят, лучше будь свой и так далее, и так далее. Давай найдем своего, а потом говорим, что делать. Кто мне понял? Дело в том, что когда, почему в политике это работает? В политике это работает по одной причине. Основная причина, почему в политике это дает результат, бизнес это убивает бизнес. В политике это дает результат. Почему? Потому что в политике ты эффективно работал, неэффективно работал, мало имеет значения. Потому что деньги поступают сверху. А бизнес и деньги идут снизу. Бизнес, если вы неправильные вещи делали, прибыла нет. Может быть с утра до вечера работаете, может быть с цели года работали. Но если вы правильные вещи не делали, прибыла нет. Бизнес не платит нам за то, что мы работаем. Не, бизнес платит нам, когда мы лучше делаем, чем конкурентов. Когда мы умно делаем. Так? Если мы лучше не делаем, чем конкурентов, бизнес не даст деньги. А здесь наоборот. Просто сверху деньги приходят, красиво надо отчет составить. Поэтому очень хорошо надо уметь, хорошо писать, отчеты ставить, когда приходят проверять и так далее. У вас было все на бумаге в порядок. Поэтому кардинальное разногласие между политикой и бизнес именно здесь. Вы разницу поняли? Кто меня понял? А теперь, наш менталитет ближе к политике, черт побери. Я правильно объяснил? Мы берем своих, потом питаемся от них строить бизнесмена. Человеку надо давать то, что он хорошо умеет делать. Знаете, мы должны с вами это понимать, ребята. Научитесь, пожалуйста, вот это два разницу понять. Ребята, пока это не поймем, команду создать тяжело будет. Команду создать очень трудно будет. Поэтому, я снова повторю, в Западе берут профессионалов, а мы берем своих. Вот эту разницу хорошо надо понимать. В бизнесе станьте таким. А если кто-то из ваших хочет учиться и хочет стать, пожалуйста, пусть сделает, станет таким. А если не станет таким, не держите его. Я раньше никогда, мои родственники со мной наработали. Никогда. Но сейчас, когда в Таджикистане открывал бизнес, несколько мои начали работать. Где-то четыре человека. Но я смотрю, они подсознательно себя чувствуют привилегия. Они не слышат моего руководителя. Они начинают выходить ко мне на связь, мне пишут. Я говорю, кто у тебя руководитель? Почему вы мне пишете? Вот у вас есть руководитель, работает с ним. И все равно через некоторое время выходит мне и пишет. Опять. Потом, я, да, да, это правда. Я смотрю, руководитель говорю, послушай, заставь их тебе слушать. Он говорит, мне неудобно. Как я это сделаю? Я говорю, послушай, тогда создай новую команду. Просто создай новую команду. Они, глядя на это, автоматом поменяются. Если они не тянет какие-то команда, я отделю их просто, оставлю в том бизнесе, говорю, все, сам по себе потихонечку справляется, потихонечку, как умеешь. Создай новую команду. Он говорит, а они не обидятся. Я сказал, послушай, у меня годы жизни идут. Так? Я не молодею больше. Время, которое я потеряю, я его не верну. Я не хочу ради чьей-то настроения проиграть. Это очень важно. У него настроение есть или нет, для меня не имеет значения сейчас. Мне нужно, что цели достигать. Я сказал, создай команду от профессионалов. Это важно. И сейчас он потихонечку создал новую команду профессионально. Создай ту команду, которая действительно умеет делать те задачи, которые перед тобой ставил. Задачи очень большие, а слабыми командами их невозможно делать. И потихонечку он начал это все делать постепенно. И теперь остальные видят, как команда работает, и они начинают потихонечку его слышать. Но я заметил, что подсознательно они себе чувствуют привилегии. Ну ладно, там. Я же его двоюродный брат. Мой старший брат там никого не слышит. И мне говорит, ты ко мне относишься, поэтому они ко мне так относятся, я говорю, при чём это? При чём это вообще, как я отношусь? Вообще при чём это? Мне нужно, чтобы здесь был результат. Иначе по-другому. Но спустя полтора года он начал понимать меня. Начал потихонечку осознать. Потому что я своего руководителя сказал, так, если они не меняются, мы эту часть от холдинга отделяем. Оставим им. Пусть они как умеют, так и двигаются. И ты не будешь работать с ними. Мы холдинг двигаем дальше. Потому что всё то, что не лечится, режется. Природа же так? Я сказал, лучше мы будем так делать. Он мне говорит, нам же не веган. Я говорю, нет. Ну чего страшного? Это мои родные, они. Ладно? Мы кусочек бизнеса дадим им. Пусть что хотят, то и делать. И голову не будем морочить. Будем идти дальше. Зато всё равно через 2-3-5 лет он станет хозяин бизнес. Он всё равно будет богато жить. Это тоже достаточно. Так что нормально. Я пришёл к такому выводу. И постепенно всё пошло вверх. Поэтому давайте изменим свой подход. Кто меня понял? С этого дня нанимаем профессионалов. Не своих. Мы не политикой занимаемся. Хорошо? Договорились? Наймём только профессионалов. Профессионал чуть-чуть иногда порой не соглашается с вами. Профессионал иногда трудно работать. Поверьте моим словам. Но профессионал заставит вас умнее. Потому что он же не хочет работать, если вы слабо относитесь. Это нормально. А если кто-то из родней умеет это делать и хочет расти, умнее стать. Возьмите его. Научите его. Это хорошо. Но не все они к этому стремятся. Не приделайте людей. Не приделайте. Только потому что он ваш родственник или племянник или там кто-то. Нет, не надо. Объедините людей, которым нравится ваша идея. Которым нравится ваша философия. Объедините людей, которому вдохновлять, чем вы занимаетесь. Объедините вот таких людей. Что сгорят. Он горит этим. Вот таких людей. Чтобы он от чистого сердца вкладывал усилия. Не ради денег работал. Вот таких людей надо вокруг себя искать. Я повторяю. Не вокруг себя соберите людей. Соберите людей вокруг идея. Вокруг ваша миссия. А тогда они будут. Это будут их больше вдохновлять, чем ваши слова или чем вы. И они когда видят результат своего труда, они начнут больше любить, чем они занимаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова